Ну а мы перенесемся на оккупированные территории в Украине. Явка на так называемых референдумах в ДНР, ЛНР и подконтрольной России в частях Запорожской и Херсонской области по итогам трех дней превысила 50%. Их можно считать состоявшимися. Шок. Об этом сообщили в местных избиркомах, так называемых избиркомах, подконтрольных российской власти. О более подробных цифрах сообщает государственное агентство РИА Новости. Тем временем Турция и Казахстан уже заявили, что результаты голосования по присоединению к России оккупированных территорий не признают. Обсудим, как так называемые референдумы уже состоялись, несмотря на то, что голосование заканчивается только завтра. С Павлом Лисянским, правозащитником, основателем Восточной правозащитной группы. Павел, я приветствую вас в эфире Дождя. Слышите ли вы студию? Здравствуйте. Скажите, если попытаться как-то собрать все сообщения, которые вы получаете с оккупированных территорий, я убежден, что их немало, сообщения, которые касаются этих так называемых референдумов, что бы в первую очередь вы выделили бы? Во-первых, применялись массовые репрессии к местным жителям. Нам известно о задержании. Наши мониторы, которые работают на временно оккупированной территории, зафиксировали. В городе Ровеньки на улице Капанели, 38, задержано в доме. Это город Ровеньки, временно оккупированная территория Луганской области. Задержано три человека, которым пришли домой, и они сопротивлялись, не хотели принимать участие в так называемых референдумах. Их забрали, их судьба нам пока неизвестна, но по сути там проводят разъяснительную беседу. Что дальше с этими людьми, мы пока не знаем. Надеемся, что, возможно, их отпустят. Следующий момент в Дебальцево, улица Пролетарская, 66, также был задержан работник железнодорожного депо, который уклонялся от участия в так называемых референдумах. Следующий момент – это то, что так называемые профсоюзы. На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области есть федерации профсоюзы ЛНР, ДНР. И в том числе при поддержке профсоюза Соцпроф Российской Федерации, заместитель председателя Олег Акимов. Это, кстати, бывший депутат Луганского областного совета от партии регионов еще до 2014 года. Сейчас он заместитель руководителя профсоюза Соцпроф. Создали федерации профсоюзов на временно оккупированной территории Запорожской и Херцовской областях. Вот эти профсоюзы заявили, в частности, на оккупированной территории Луганска и Донецка, что если работники, которые имеют бронь, там еще есть такие, которые не все мобилизованы, если они не примут участие в референдуме, то их попросту мобилизируют на следующий день. Следующий момент – то, что в местах лишения свободы также проходил этот псевдореферендум. О нем мало кто говорил, но некоторым заключенным угрожали с штрафным изолятором. Необходимо понимать, что на временно оккупированных территориях, в частности, в Луганске и Донецке, не создано, а функционируют 18 мест лишения свободы. И также хочу сказать по поводу явки. Наши аналитики проанализировали, пока только Луганскую область. Смотрите, незаконное вооруженное формирование ЛНР, они декларируют, что проголосовало чуть больше миллиона человек. Чуть больше миллиона человек, да? Да, чуть больше миллиона человек. По данным Центральной избирательной комиссии еще 2014-2015 годов на этих территориях проживало 1,4 млн избирателей. По данным Международной организации миграции, МОМ, в Украине сейчас 6,8 млн внутренне перемещенных лиц. По данным ООН, из Украины выезжало, по состоянию, по-моему, на май, около 10 млн человек. Российская Федерация заявила, что она эвакуировала, мы это называем депортировала, в Российскую Федерацию около 2 млн, около 3 млн человек. По предварительным подсчетам, на территории Луганской области просто нет миллиона человек, избирателей, именно избирателей. Поэтому в данный момент мы видим, что цифры даже очень грубо фальсифицируются, даже несмотря на данные в открытых источниках. И также хочу обратить внимание, что принимали участие в голосовании, это нам достоверно известно, к примеру, город Алчевск, туда были привлечены рабочие с Российской Федерацией еще в начале апреля, да, они там приехали в мае, и они якобы должны были приехали для так называемого восстановления этих территорий. Так вот, они тоже принимали участие в псевдореферендумах, то есть граждане Российской Федерации, которые никогда не были местными жителями, тоже принимали там участие. Это все организовано оккупационными администрациями ЛНР и ДНР и на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области. Если брать отдельно Запорожскую и Херсонскую область, то там похожие процессы также есть. А скажите, Павел, я прошу прощения, я вас перебью, что касается Херсонской и Запорожской областей. Есть ли информация у вас, может быть, вы ее получали от своих источников, что на оккупированных частях этих областей, уже начиная там с середины конца недели, когда очевидно референдум будет объявлен состоявшимися и с подавляющим перевесом, проголосовали за вступление в Российскую Федерацию и прочее и прочее. Есть ли у вас информация, что после этого там начнется эта самая мобилизация, которая сейчас объявлена в Российской Федерации, поскольку Российская Федерация будет считать эти территории частью себя, то там должна быть и мобилизация? Да, такая информация есть. У нас в организации работают сотрудники, в том числе непосредственно в Херсонской и Запорожской областях, и такая информация есть. На сегодняшний день нам уже известно, что с июня 2022 года собирались списки и уточнялись данные мужчин разными способами, через промсвязь банк, который там открылся, через выделение социальной помощи, уточнялись данные мужчин, призывного возраста, и вот сразу, где-то через недельки-две начнется вот эти процессы принудительной мобилизации, и на этих территориях это достоверно известно, так что мы давно уже говорим о нашем источниках, в том числе и публично, о том, чтобы мужчины как можно быстрее просто оттуда выезжали, иначе просто у них потом не будет никакого выхода. А возможность выехать сейчас есть? Она остается? Вот на данный момент, конечно, уже сложнее, когда в Российской Федерации была объявлена мобилизация, когда там уже границы перекрыты, до этого вот, скажем так, большого переполоха, который сейчас есть, то есть люди выезжали. С Херсона они, к примеру, не могли выехать, то есть они выезжали через Российскую Федерацию, мы для них разрабатывали именно, знаете, такие легенды, как правило, мы советовали, вот это было летом как раз, что их дети собираются поступать в российские вузы, там брали какие-то распечатки программы, и вот показывали, демонстрировали, что вот они едут туда, и потом выезжали либо через Казахстан, либо через Грузию, либо двигались к прибалтийским странам, границам Российской Федерации с прибалтийскими странами. И вот таким образом они выезжали, и мы как можно быстрее, оперативнее это распространяли, потому что у нас в июне вышел отчет о принудительной мобилизации, и мы всех предупреждали, что скоро это начнется не только на оккупированной территории, Донецкой и Луганской областях, но в том числе и на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсона. Я благодарю вас, Павел Лисянский, правозащитный основатель Восточной правозащитной группы. Мы говорили о так называемых референдумах в ДНР, ЛНР, самопровозглашенных и подконтрольных Российской Федерации оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Завтра последний день этих референдумов, ну и на этой неделе, очевидно, будет объявлено, что они становятся частью Российской Федерации и соответствующие документы парламент российский примет.